Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программу «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях на вопросы отвечает директор управления Федеральной почтовой службы в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Степанов. Виктор Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. У меня первый вопрос. Вот ваш визит в наш город все-таки можно назвать рабочим или вы приехали, чтобы обсудить какой-то конкретный вопрос? Ну, с одной стороны, это рабочий плановый визит. То есть я периодически езжу по Ямало-Ненецкому автономному округу. У нас Почта России имеет три почтамта в Салехарде, в Ноябрьске и в Новом Уренгое, соответственно, которые являются некими филиалами на территории и, собственно, непосредственно управляют нашими отделениями. Соответственно, вот сейчас мы приехали с визитом в ноябрьский почтамт. Задача познакомиться с новыми людьми, с коллективами. Я был до Нового года, сейчас с новыми людьми. Встречаемся, смотрим, проводим собрания наши внутренние и внутренние коллективы, рассказываем о тех изменениях положительных, которые у нас имеются. У нас в этом году мы увеличили зарплату, мы вводим новые системы премирования для персонала. Соответственно, я считаю, что это только положительные изменения. С другой стороны, всегда в ходе визитов мы встречаемся с администрациями, выслушиваем те вопросы, которые есть у нас, высказываем свои какие-то вопросы, задачи, стоящие перед нами. Так как нам, в общем-то, без администрации будет достаточно тяжело жить, почта России несет на себе достаточно много социальных функций. Это и доставка всевозможных пенсий и социальных пособий. Тем более, что мы имеем самую широкую сеть, 92 отделения, работает по всему ЕНАУ. ЕНАУ, ноябрьский почтам, это 27 отделений, которые, соответственно, находятся не только в городах, вообще половина нашей сети находится в населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек. То есть, понимаете, это населенные пункты зачастую, где, собственно, есть администрация, есть почта России. И, соответственно, основной поток практически всех современных услуг, да, то есть это и пособия, это и коммунальная оплата услуг, это и посылочная, естественно, почта. Люди получают все это через нас. Ну, Коля, говорить об округе в целом. Ямал занимает достаточно большую территорию, есть и труднодоступные районы, и населенные пункты в том числе. Вот есть ли какие-то особенности работы почты, да, России на территории округа? Ну, как раз особенность работы почты России в округе напрямую связана с нашей уникальной, интересной географией. Вот, и, естественно, у нас, в отличие от, скажем так, большой земли, используются практически все виды транспорта, какие только можно придумать и использовать, да. То есть у нас существует свой автопарк, которым мы перевозим грузы, у нас существует свой флот, несколько кораблей, на которых мы плаваем, конечно, в летнее время. В зимнее время мы используем, особенно в период распутицы, да, когда у нас встают, особенно в Салихарде, допустим, да, река не позволяет нам осуществлять регулярные рейсы, мы пользуемся воздушной подушкой. Там и на Ямале порядка 16 населенных пунктов у нас имеют, где расположено отделение почтовой связи, имеют круглогодичные доступности только авиасообщениям. Соответственно, мы летаем как регулярными авиарейсами, и, опять же, в случае накопления большого количества почты мы берем чартерные авиаперевозки, как самолеты, так и вертолеты. Поэтому, в принципе, вот, наверное, все, что возможно, да, все возможные способы доставки почты мы используем, потому что, конечно, особенно в удаленных поселках нас ждут. Наши рейсы встречают обычно уже, если корабль подходит, так на берегу стоят жители, да, если прилетает вертолет, все знают, ждут, да, ну, потому что, опять же, понятно, что Ямал — это особенная география, да, здесь зачастую отсутствуют какие-либо иные альтернативные способы получить своевременно посылку или письмо или какую-либо иную услугу земли. Ну, если немножко вернуться к цифрам, сколько почтовых отделений на Ямале? Около 100, да? 92. А вот хватает 92 отделений? Ну, скажем так, с одной стороны, почта имеет очень большую многолетнюю историю, да, и если вот наш округ отметил 75-летие, то, соответственно, и у нас отделения многие тоже сейчас отмечают 75-летие почты России. Но, тем не менее, во-первых, наш округ активно развивается, все мы знаем, что города наши строятся, сейчас, например, идет активное строительство, в том числе Сабета, да, вот, и, естественно, по мере возникновения новых точек, да, возникает у нас необходимость открытия дополнительных отделений. Собственно, если мы как раз будем говорить о городе Ноябрьске, да, то есть вот сейчас стоит наша задача, и мы активно рассматриваем варианты, и сегодня встречались с замом главы администрации по этому вопросу, это открытие отделения на 8-м районе. Высоцкого, на Высоцкого, 7-й, 8-й микрорайон, да? Это открытие отделения в 7-м, 8-м микрорайоне на Высоцкого. Там есть сейчас подобраны определенные помещения, но так как это новостройки, оно требует отделки послестроительной, вот, то есть, соответственно, как только там ремонт будет совершен, мы планируем там открыть, естественно, отделение. А там сейчас строительные работы ведутся? Сейчас заканчиваются разговоры, а это, к сожалению, в силу, опять же, особенностей этого микрорайона, там не так много помещений, и мы вынуждены искать арендные помещения, там нет муниципалитета возможности предоставить нам помещение. Потому что обычная практика, и это мы активно ощущаем, и в ноябрьской, в том числе, взаимодействие с администрацией, когда администрация нам либо предоставляет безвозмездное помещение, либо, ну, по крайней мере, по льготной ставке, потому что надо понять, что Почта России – это не просто коммерческая организация, мы работаем в рамках закона о связи, то есть, существуют определенные нормативы, вот, наши тарифы регулируются государством, да, и, соответственно, мы также понимаем, что очень много социальной нагрузки на почту ложится, ну, и в ответ, естественно, мы ждем и получаем от администрации помощь, да, для того, чтобы, ну, минимизировать наши, так сказать, затраты, да, на открытие отделений связи. Вот мы все говорим о почтовых услугах, да, то есть, помимо отсылки каких-то писем, там, бандероли и так далее, Почта России ведь оказывает широкий спектр услуг, да, это и денежные переводы, и прием коммунальных платежей, и оплату сотовой связи. И не только. И не только. Вот приоритетными по-прежнему остаются почтовые услуги или нет? Ну, на самом деле приоритетными являются все блоки. Вообще, я могу сказать, что в этом году Почта России и внутри компании меняет свою структуру, да, то есть, мы делимся на три крупных блока. Это как раз классический почтовый бизнес, то есть, все виды отправлений, письменные, посылки, и мы сейчас внедряем большое количество новых форматов, то есть, например, уже с прошлого года вводится в эксплуатацию, и в этом году должны ввести в строй новый вид посылок, например, да, то есть, где у нас в классическая посылка будет упаковываться уже всего будет четыре типа размера тары, причем тара новая, она уже не требует вот этой оклейки достаточно сложных процедур, она собирается в три, так сказать, движения, и тара будет включена в стоимость посылки, то есть, уже там, где мы откроем обновленное отделение, люди будут фактически в режиме самообслуживания, то есть, человек может взять тару, сам упаковать посылку, то есть, если он не хочет пользоваться услугами и помощью оператора, он сам это упаковывает, подходит уже на стойку, ему останется только отправить эту посылку. Точно так же сокращается количество бланков, да, то есть, если раньше было больше типов, сейчас, раньше было пять, сейчас уже три типа бланка, да, то есть, мы действительно меняемся для того, чтобы как можно быстрее, да, обслуживать наших клиентов, не создавать им неудобства в очереди и так далее. И, в общем-то, многие отмечают, что у нас, как бы, в прошлом году, в этом году количество очередей сокращается, скорость обслуживания повышается. Это, что касаемо почтового блока. Полностью равнозначный ему это блок посылочного бизнеса, да, то есть, где он тоже сейчас выделен в отдельное направление, именно для того, чтобы повысить качество данной услуги. На самом деле, за прошлый год, весь прошлый год, почта России вся целиком, и мы на Ямале в том числе, занимались именно скоростью движения наших посылок. И результаты, поверьте, там очень сильно изменились. Если в прошлом году нам сократили нормативные сроки примерно на три дня по доставке, как по городам, так и по округу, то при этом у нас качество доставки повысилось на 10%, да. То есть, мы, соответственно, даже при более коротких сроках стали быстрее справляться и доставлять. Плюс очень активно меняется вообще логистическая инфраструктура. Вот жители округа, многие заметили, кто особенно пользуется иностранной посылочной почтой, кто заказывает посылки из-за рубежа. Есть у нас такой формат, вот мелкие пакеты мы их называем, да, многие, кто в Китае берет, они их видят и получают. Так вот, если раньше, там, несколько лет назад, они, многие видели, что они ходят как-то так странно, иногда через Москву и так далее, то сейчас они к нам приходят напрямую из Екатеринбурга, и я сам заказываю подобные отправления. То есть, порядка недели, ну, край 10 дней из Китая посылка долетает. То есть, вы сами понимаете, что это не просто так, да. Это из-за того, что мы постоянно меняем нашу логистику. Ну, конечно, я готов извиниться, да, перед жителями, в первую очередь, удаленных районов, что если туда рейс вертолета происходит раз в неделю, то, конечно, мы вынуждены, мы летаем теми же авиалиниями, теми же рейсами, и, конечно, мы не всегда можем так быстро доставить, но доставляем максимально быстро по самому короткому пути. Соответственно, и если мы говорим про третий блок, это у нас так называемые финансовые услуги, да, это все виды социальных выплат, это пенсии, это переводы всех видов, то есть, переводы между регионами и платежи за коммунальные услуги. Причем, хочу сказать, что вот уже с марта, да, мы установили новую программу по приему коммунальных платежей. Она будет в ближайшие месяц-два полностью развернута и в ноябрьске. Мы ее тестировали на Сельхарде в марте, она показала свои хорошие результаты. Вот сейчас мы ее, соответственно, развертываем на Новую Рингу и на ноябрьск. Могу привести пример, что, например, штраф ГИБДД уже через час падает вот в эту общую базу. То есть, времена, когда действительно были, может быть, обоснованные претензии жителей, что я оплатил коммунальную услугу, либо штрафы, да, и не вижу его в базе, вот это все уходит в прошлое, да. Соответственно, мы в том числе и цель моей поездки, я встречаюсь с руководителями ЖКХ компаний, вот мы договариваемся на том, что мы, соответственно, будем у них вот на этих обновленных условиях принимать коммунальные платежи. Ну, а плюс для наших жителей, это чем больше точек приема коммунальных платежей, правильно, все возможные варианты, тем удобнее жителю. Вот, ну и опять же, мы должны все-таки подчеркнуть, что зачастую есть достаточно большое количество населенных пунктов, где, в общем-то, почта является единственным источником, да, где можно принять эти самые коммунальные платежи. Вот основные три направления. Виктор Вячеславович, вот если говорить о сроках ожидания, вот существуют какие-то критерии ожидания писем, бандеролей и так далее вообще вот в целом? На самом деле, естественно, так как мы являемся в ГУПом, да, и мы непосредственно подчиняемся Минкомсвязи, и, соответственно, существуют нормативы по каждому виду отправлений. Просто их очень много, вот как раз по каждому виду свой норматив. В зависимости еще накладывается, так сказать, география в города свои, в удаленные населенные пункты другие, и мало того, что еще зависит от сезона. Потому что если у нас зимник работает или летом, это одни сроки. Если это период межпаводка, да, межсезонье, то, соответственно, там другие сроки действуют. Но хочу сказать, что любой житель, который недоволен нашей услугой, он имеет полное право прийти в отделение или на почтамп, написать заявление, и ему в том числе ответ поступит, вовременно или нет. Ну и помимо всего прочего, вообще всех призываю, те, кто отправляет именно так называемые регистрируемые почтовые отправления, и граждане, и наши потребители должны их четко делить, потому что вот иногда звучат замечания по обычным письмам. Мы обычные письма, их миллиарды, и мы их не учитываем, да, то есть мы их не видим в системе. Вот, поэтому ответить... И у нас в обязательствах, да, наших нету четко прописанного, да, способа отслеживания и сроков, хотя мы периодически проводятся такие контрольные засылы, когда мы следим за сроками, естественно. Серьезно? Вот, да. Проверки, поверьте, нас и проверяет Роскомнадзор. И вот у нас недавно завершилась проверка, и, в общем-то, она показала достаточно хорошую динамику по сравнению к прошлому году, в том числе, причем, они сами отправляют, не уведомляя нас, они сами отправляют письма и потом смотрят за результатом. Вот, но, соответственно, самое важное, которое действительно можно отследить, это регистрируемые почтовые отправления, это как раз все пандероли, все посылки, вот, вот они регистрируются, и на всем этапе они подлежат штрих-кодированию, и, соответственно, сейчас есть, ну, для молодежи особенно, да, для мобильных таких, современных групп населения, мобильные приложения Почты России. Оно абсолютно бесплатно, его можно скачать и на сайте, и на магазинах соответствующих, да, установить себе, так вот, соответственно, там, например, оно позволяет всегда увидеть, даже вот если ты куда-то ездишь, я сам смотрю по нему, ты едешь, и оно тебе всегда показывает в радиусах 500, допустим, метров ближайшее отделение, в каком оно режиме работает и так далее. Также, если вы туда внесли трекер, вот номер того отправления, то вам автоматически система будет напоминать о том, где, то есть вы будете, по сути дела, видеть, как идет ваша посылка. И более половины отправлений на сегодняшний день наши жители забирают даже раньше, чем мы принесем нашу классическую, так называемую, 22-ю форму извещения, да. То есть люди уже приходят на почту, причем те, кто получал посылки, уже убедились, что сейчас уже нет требований, операторы не требуют, как раньше, приносить эту бумажную форму. То есть если вы знаете, что посылочка к вам придет, и вы получили информацию, также мы делаем смс-рассылки, но это если человек оставил свой номер сотового телефона, да. То есть если он указан в посылке, то ему приходит смс-уведомление. Но я говорю, если он знает трекер, он вносит программу, он и так видит, что непосредственно, причем он увидит, что и вначале посылка прибыла, допустим, на сортировочную станцию в Ноябрьск, да, а потом увидит, что она пришла к нему непосредственно в отделение, вот когда она пришла к нему. У нас даже так случается, люди видят, что в Ноябрьск посылка пришла, и уже идут в отделение. С вами о голову бегут, да. Вот, приходят в отделение, им говорят, что подождите, в течение суток мы ее должны доставить на отделение. Вот. Так вот, придя в отделение, человек может найти свою посылку и по адресу, и по номеру трекера, и вот кто приходит с телефоном, там есть штрих-код такой квадратный, то есть его можно просто показать оператору, он проведет сканером, и, то есть, соответственно, ну, уже это все совершенно, наверное, да. Нанотехнологии. Приближается к современным требованиям, к современным стандартам, но я могу сказать, что вот в ближайших у нас планах, в том числе в этом году, мы начинаем развертывать проект, мы его так называем, кодовое название ОПС будущего, да, где в том числе будут устанавливаться уже и почтоматы, да, то есть это что-то напоминает камеру хранения, где она работает вообще в автоматическом режиме, круглосуточно, да, человек будет получать извещение, у него будет некий пин-код, да, зная его, он может подойти, получить свою посылку, уже вообще не общаясь с оператором, поэтому на самом деле Почта России сейчас внедряет огромное количество новых форматов, например, и в Ноябрьске в том числе мы откроем центры выдачи и приема посылок, то есть это, соответственно, будут такие под, в рамках действующих отделений будут выделяться помещения, которые будут осуществлять только операции по приему и выдаче посылок. Это в далеком будущем? Нет, это планы этого года. То есть здесь сейчас все зависит от того, так сказать, от скорости проведения ремонта в помещениях, формирования коллектива под этот процесс. Вот, это, естественно, будет открываться в первую очередь на крупных отделениях, да, где уже достаточно большой поток для того, чтобы выделить получателей и тех, кто отправляет посылок в отдельные направления, и опыт показывает, что обслуживание сокращается в полтора, в два раза время обслуживания, да, очереди сокращаются. То есть это действительно уже гражданам гораздо более важно. К тому же центр выдачи посылок, крупнейший в городе, он будет работать и на выдачу крупных отправлений. С прошлого года Почта России отказалась от лимитов. Раньше более 33 килограмм мы не принимали посылок. Вот сейчас лимитов не существует. Поэтому не секрет, что достаточно большое количество интернет-магазинов, например, пользуется Почтой России как для доставки. Так вот сейчас это может быть холодильник, это может быть телевизор, это может быть диван. Вот, то есть мы это все возим. Вот, и как раз для этого в том числе открывается ЦВПП, да, потому что, понимаете, как раньше уже через окошко выдать... Диван. ...подобное отправление невозможно. Плюс для граждан в этом году мы, ну, в целом, я могу сказать, получим 10 машин. Вот, это будут ларгусы, которые у нас начнут оказывать услуги. Мы их частично оказываем, но в более расширенном объеме курьерской доставки, где гражданам и организациям мы будем готовы доставить посылку на дом, забрать ее непосредственно на дому. То есть если данные... Ну, собственно, те, кто пользуются ЕМС-отправлениями, они знают, сейчас так и происходит. Это коллективская, да, услуга? Да, просто ЕМС-отправление, это сам формат посылки подразумевает, что там оплаченная доставка, поэтому там человек автоматически получает ее на дому. Но мы иногда не всегда были готовы приехать, забрать ее, если необходимо. Вот сейчас мы будем, соответственно, не только доставлять посылки на дом, но и забирать их, да. По обычным посылкам это будет, конечно, за дополнительную плату. Ну, опять же, никто не отменяет возможность у клиента прийти на отделение и получить, как обычно. Но, с другой стороны, мы должны не забывать, да, что существуют маломобильные группы населения, да. Существуют мамы с детьми, да, для которых поход, так сказать, на почту, сопряжен у меня у самого двое детей, поэтому я прекрасно понимаю, что не всегда это возможно. Также хочется отметить, что с этого года Почта России и развертывает проект, который продлится до 2020 года, мы свои все отделения переделываем под программу «Доступная среда». То есть все люди с ограниченными возможностями будут иметь возможность воспользоваться нашими услугами. Это тоже будет не в 2020 году, мы уже с этого года начнем, потому что и причем мы сейчас активно налаживаем сотрудничество именно с организациями, соответствующими для того, чтобы максимально, да, это все было доступно. То есть там речь идет о всех группах, да, то есть которые ограничения имеют и по зрению, и по слуху, и по движению. Соответственно, ну, сами понимаете, что это требует достаточно больших вложений, потому что необходимо переделывать двери, переделывать пандусы, переделывать даже мебель. Вот все 92 отделения, да, мы будем под это перестраивать. Но так как это процесс длительный, то уже на сегодняшний день любой человек с ограниченными возможностями может позвонить либо непосредственно в почтамт, либо обратиться в отделение, либо позвонить по телефону горячей линии 8 800 700 75 50 и заказать себе эту услугу на дом. То есть мы приедем, и так как в данном случае мы бесплатно любую услугу будем оказывать на дому. Очень здорово. То есть это касаемо и там подписки ли на издание, либо, опять же, какие-то переводы, оплата коммунальных услуг, доставка социальных пособий, приемы и выдача посылок. Ну, в общем-то, все делается, чтобы как можно меньше людей оставались недовольными, да, устроен? Ну, вообще мы, в общем-то, понимаем, что сейчас современная тенденция, да, люди все меньше, так сказать, непосредственно физически посещают, да, там, точки оказания услуг. Почта России тоже ведет к тому, чтобы человек мог зачастую дома, в комфортной для него обстановке, да, либо в интернете все, что необходимо. У нас сейчас, например, открылся новый сайт Почта.ру, вот, приглашаю его посетить и могу сказать, что он сразу вошел в какие-то там топ-сайты по посещению, именно как коммерческий сайт, он уже совершенно по-другому устроен. Он такой вот интуитивно доступный интерфейс. Вот, поэтому действительно Почта России прекрасно понимает, что меняется мир, поэтому мы активно меняемся. Также мы сейчас активно проводим ремонт в наших отделениях, опять же, для того, чтобы наши клиенты, ну, могли получить современного качества услугу в достойных условиях. Ну, вот, Виктор Вячеславович, не так давно руководство Почты России заявило о том, что количество жалоб на услуги Почты России от граждан снижается. Так ли это? И можно ли какую-то статистику по ноябрьску, по Ямалу в целом озвучить? Ну, на самом деле у нас та же тенденция, что и в целом по Почте России. То есть, действительно, мы заметили, что количество жалоб в прошлом году было в два раза меньше. Причем сейчас снижается количество таких, знаете, тяжелых жалоб. То есть, больше возникают жалобы на какие-то вот задержки, допустим, и так далее. То есть, допустим, количество жалоб на утерю, оно постоянно имеет тенденцию снижаться. Появляются и положительные отклики, к чему мы всегда рады. При этом мы должны отметить, что, во-первых, любая жалоба, доставленная по любому каналу связи, у нас вносится в электронную систему. И независимо, куда обратился гражданин, эта жалоба подлежит обязательному как ответу тому, кто обратился. Ну, если он оставил, естественно, свои контактные данные. Либо и во вторую очередь, или точнее даже в первую очередь, это подлежит внутреннему разбору. То есть, каждая жалоба в том числе доходит до меня. Мы их вместе со службами качества и подразделениями рассматриваем. Мы пытаемся понять, что произошло, почему мы получили данный сбой. При этом, опять же, необходимо отметить, что жалобы снижаются, но при этом количество каналов, по которым наши люди могут оставить жалобы, оно у нас резко выросло. То есть, как раз мобильное приложение позволяет пожаловаться. Горячие линии 8800 позволяют оставить информацию. На сайтах человек может написать свои заявления. Также классическое – прийти и написать заявление в отделении связи. И вот тем не менее, хотя теперь каналов общения у нас стало больше, количество жалоб снижается. И это происходит именно за счет того, что кардинально стараемся перестраивать свои внутренние процессы, ускоряться и повышать уровень сервиса. Ну вот раньше, по крайней мере, сейчас, вроде не слышно, люди жаловались на то, что, может быть, скорость обслуживания была бы и выше, если бы было больше операторов на том или ином почтовом отделении. Вот насколько сейчас кадровая, скажем так, ситуация на Ямале и в Ноябрьске улучшена или, может быть, остается на том же уровне? Ну, на самом деле, с прошлого года у нас, и особенно в Ноябрьске, выросло уровень укомплектованности персоналом. То есть, на сегодняшний день мы не испытываем жесткого кадрового дефицита. То есть, конечно, учитывая, что наш коллектив, вообще Почта России является крупнейшим, одним из крупнейших работодателей Российской Федерации, да, и здесь у нас трудится коллектив более тысячи человек, поэтому мы прекрасно понимаем, да, что текучка, она происходит постоянно. Вот, но, тем не менее, укомплектованность операторами, почтальонами у нас на сегодняшний день, в принципе, достаточно высокая. Другой вопрос, что необходимо как раз нам, и мы отсматриваем этот процесс, когда, допустим, происходит изменение в географии, да, то есть развивается город, заселяются новые дома. Естественно, возникает необходимость в расширении штатной численности конкретных подразделений. Как раз вот с этого года мы запускаем опять новый некий формат отделения, где у нас он подразумевает гораздо большую открытость. То есть, например, мы будем стремиться к тому, чтобы товары были в открытой выкладке, да, и уже людям не нужно было, опять же, и, во-первых, стоять в очереди, и отвлекать, скажем так, да, или привлекать оператора к выбору товара, да. Второй момент, новый формат подразумевает, что, ну, как это, в общем-то, и на сегодняшний день достаточно развито в продуктовом ритейле, да, такие форматы у нас сотрудники отделения будут универсальны. То есть все сотрудники, включая начальник отделения, обязаны принимать участие в обслуживании клиентов, да. То есть, соответственно, если раньше у нас там мы их делили, начальник сидит в своем кабинете, сортировщики там своим делом занимаются, то сейчас стоит задача, что в часы пик, ну, надо еще, конечно, отметить, что и граждан как бы попросить вот это учитывать, что именно в силу того, что наши города не очень большие, да, то мы имеем очень яркие пики, да, то есть у нас всегда очень яркий обед и очень яркий вечер, да, то есть когда буквально в течение часа все пытаются, все едут домой и, соответственно, посещают почту. Поэтому, но вот как раз в эти пики мы будем использовать весь коллектив, да, весь персонал, он должен выходить и открывать максимальное количество, еще раз повторюсь, даже, чего не было никогда, начальник отделения лично должен на кассу садиться и обслуживать людей. Часы пик. Ну, он должен регулировать очередь. То есть вообще я призываю всех граждан. Первое, что я бы на вашем месте сделал, если вы видите очередь больше пяти человек на кассе, это потребовать действительно и вызвать в зал начальника отделения. И это его прямая обязанность. Вас как потребителя, в общем-то, не очень должны волновать наши какие-то внутренние, в том числе, возможно, кадровые или иные проблемы, да. И, соответственно, уже потребовать от начальника, да, чтобы он максимально привлек, в том числе и сам оказал вам эту услугу, чтобы очередь, соответственно, была ликвидирована. Если вы видите, что начальника такое может случиться, не реагирует на ваши слова, то, насколько я знаю, именно в том числе и в ноябрьске размещаются даже телефон начальника почтамта на отделениях. Он там поищите, он там есть. Вот, если вы на него, опять же, реакции не получаете, звоните по горячим линиям, опять же, 8 800 300 75 50. Вот, и я даже могу сказать, что вот когда, например, сотрудник жалуется на очередь, да, то непосредственно тому же начальнику приходит СМС, информация и электронное письмо, как бы, вот, о том, что, да, у тебя есть некие проблемы, ты должен участвовать. Но как раз вот новый формат, он автоматически эти проблемы снимет, потому что начальник сам будет сидеть его уже в клиентском зале. Поэтому он сам будет очевидцем и свидетелем того, что у него происходит, да, и, соответственно, именно предпринимать все действия для того, чтобы очередь ликвидировать. Ну и мы, опять же, вот, если вернуться, да, как раз новые форматы новых услуг, они к этому и приходят. Согласитесь, если вы уже приходите сейчас, и для нас это удобно, если вы пришли с номером трекера, если вы пришли со штрих-кодом на телефоне, да, это уже не нужно, как помните раньше, это нужно оператору дойти до картотеки, найти вашу форму и так далее. Сейчас он, соответственно, мгновенно, да, у нас все, еще раз повторяю, все посылки абсолютно 100% подлежат штрих-кодированию и учету в системе. То есть любая посылка, она есть в соответствующей программе, которая вам, собственно, и сообщает, в каком месте находится ваше отправление. И еще немаловажно, в новый формат предусматривает то, что сами вот эти вот наши такие кладовые, вот, дары Ямала, они, так сказать, будут ликвидированы, и стеллажи будут стоять непосредственно за операторами, за спиной в клиентском зале. Это позволяет, во-первых, ускорить работу, и наш опыт показывает, опять же, снижает уровень негативного восприятия очереди, потому что когда люди, клиенты видят, что оператор никуда не пропадает, да, не как у нас там, да, раньше было, куда-то ушел, да, на базу, и непонятно, где он, да. Здесь же, если очередь видит, да, что он всех обслуживает, то есть, естественно, уже люди не высказывают такого негатива. Опять же, розничная зона позволяет, если ты оказался в ситуации очереди, да, не просто, так сказать, терять время, воспользоваться, там, да, купить какие-то те же констовары к школе и так далее. Вот, людей очень часто, зачастую интересуют терминалы по оплате, да, банковскими картами. У нас оснащены все почтовые отделения в округе, в Ноябрьске, в частности? У нас все отделения должны быть оборудованы терминалами банков, чтобы принимать оплату по карте. Тем не менее, возникают проблемы. Вот, также хочу отметить, что вот 2016 год и 2017 год, это такой период революционных изменений во внутренней логистической и IT-инфраструктуре почты, мы полностью внедряем новую программу. В НИНАУ, это в 2017 году, во всех наших отделениях связи будут установлены новая программа, ну, у нас называется ЯС-ОПС, если это интересно, то есть, которая заменит, вот вы, наверное, обращали внимание, что сейчас оператор вынужден переключаться, да, между разными программами, что, опять же, требует какого-то времени, техника на это реагирует, соответственно, мы установим не только новую программу, но это будет одновременная замена полностью компьютеров, то есть мы поставим новые компьютеры, они все будут оборужены сканерами, будут новые терминалы, то есть вот этого уже жжание такого иногда раздражающего, да, его не будет, вот, это будет так называемая термопечать, то есть он будет молча печатать, и вот как раз, если мы говорим даже про прием тех же коммунальных услуг, если сейчас у нас применяется так называемая подкладная печать, да, то есть когда нужно все-таки квитанцию туда положить, да, то после этого нам уже квитанция тоже будет не нужна, причем мы, например, если говорить про ЕРИЦ, то мы к нему подключены, и, соответственно, если клиент обслуживается в компании, которая сама обслуживается в ЕРИЦ, то по его лицевому счету мы видим, выбирая лицевой счет и номер, мы видим его уже квитанцию, мы видим его начисление, то есть сами понимаете, что это уже тоже гораздо более удобно и более современно. Ну вот тогда предлагаю на такой позитивной ноте, положительной, закончить наш диалог. Виктор Вячеславович, ну, я желаю почте России, нашей ямальской, в частности, процветания, чтобы все получилось, чтобы все проекты, о которых мы сегодня поговорили, вкратце пускай, они сбудутся, и все будет хорошо, пусть будет меньше недовольных клиентов, больше довольных, и чтобы все получилось так, как планировалось. Спасибо большое. Спасибо еще раз. А я напомню, у нас в студии сегодня на вопросы отвечал директор управления Федеральной почтовой службы в Ямал-Ненецком автономном округе Виктор Степанов. До свидания.